В Курумыче вновь прошла кадетская перекличка. Эти муниципальные соревнования на кубок хутора Богоевленский по военно-прикладным видам спорта среди кадетов проводятся второй год местным клубом «Беркут». Соревнования для чего делаем? Для того, чтобы пацаны понимали, соревновательный процесс, он дает возможность именно себя показать в каждой дисциплине, каждому пацану показать в своей дисциплине, чего он добился. А здесь еще вот этот соревновательный момент самый, тут чисто психологически, они именно вот проходят это соревнование и понимают, что они вот на последнем издыхании, но они сделали свои дела. Они выходят довольные и уверенные, что они в чем-то лучше, чем остальные пацаны. Там и остальные дети какие-то. Вот именно для этого им и нужно. Вот это все. К участию приглашают военно-патриотические клубы региона. На сей раз посоревноваться отважились три объединения. Из них два – волжских. «Беркут» из Курумыча и «Пламя» из Воскресенки. Плюс гвардия из Богатого. Волжском районе уделяется много внимания патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Одно из направлений которых – это работа военно-патриотических клубов. Дом молодежных организаций Волжского района поддерживает конкретно семь военно-патриотических клубов. Все наши руководители ВПК – это люди, которые вкладывают огромную душу, время, силу в свою работу. Без такой вот вовлеченности невозможна эта работа. Мы как бы гордимся нашими клубами. И хотелось бы, конечно, поблагодарить главу Волжского района Макринина Евгеньевна Александровича, заместительства главы Карякина Натальевна за то, что они поддерживают нас и военно-патриотические клубы. Военно-патриотические клубы занимаются развитием не только военного направления, спортивного, а также очень много вкладывается в нравственное воспитание. Участникам предложили посоревноваться в 11 этапах. Очень разнообразных. От строевого смотра и сборки АК-74 до метания ножа и оказания первой медицинской помощи. Раз, два, три. Мария Марфутин из Воскресенского пламени занимается в военно-патриотическом клубе уже пять лет. Охотно участвует во всех проводимых мероприятиях. Наиболее уверенно чувствует себя в медицинских соревновательных дисциплинах. И неспроста. Сама из семьи медиков и с будущей профессией в этом же направлении уже определилась на все 100%. Точно решила. Буду первую медицинскую помощь отказывать. Буду медсестрой в больнице работать, помогать всем людям. Приходите ко мне. Буду всех лечить. Дарья Козлова попала в богатовский клуб «Гвардия» после того, как в это объединение трудоустроилась ее мама. Часто бывала с ней на работе и загорелась военным делом. Отстрелялась на соревнованиях отлично. Скромничает. Мол, могла бы и лучше. Дарья выбрала военную карьеру. Через год собирается в военную академию связи имени маршала Советского Союза Семена Буденова в Санкт-Петербурге. Уверена, со вступительными испытаниями справится. В своем клубе чем только не занимается. Уже и с парашютом больше 10 раз прыгала. Основное направление – это десантура. Прыгаем с парашютом, получаем разряды. Также спортивно – это обязательно. Автоматы, огнестрельная подготовка, лыжи, коньки, плавание. На самом деле очень разносторонний клуб. Самым сложным, но при этом интересным этапом стала эстафета. Для нее на территории стадиона оборудовали открытую площадку, на которой участникам соревнований довелось бегать, ползти, преодолевать препятствия, стрелять по воздушным шарам и даже выносить раненого. Алексей Беззубов из числа самых юных участников. Однако с эстафетой справился на ура, стремительно. В казачьем военно-патриотическом клубе «Беркут» он занимается больше года. Пришел вслед за другом-одноклассником. Будущий капитан судна больше всего любит огневую подготовку. Впрочем, и все остальные дисциплины для него – не проблема. Самое тяжелое для меня было – это ничего. Главное – тренироваться, и все получится. По результатам соревнований клубы получили грамоты за лучшее прохождение этапов. По результатам общекомандного зачета третье место взяли курсанты клуба «Гвардия». Второе – ВПК «Пламя». Первое – а с ним и переходящий кубок хутора «Богоевленский» заслужили воспитанники из «Беркута». До следующего года награда останется в Курумыче. Ну что, поздравляю, с Курумыча. Наконец-то у нас уже. Вернули его. Служу Отечеству, Казачеству и вере православной. Также всем участникам соревнований достались сладкие подарки и сытный обед. Второй год подряд Институт регионального и муниципального развития проводит в Самаре конференцию «Бизнес и власть». Если в прошлом году говорили о выживании в кризис и проблемах, то теперь о развитии и будущем. Мы послушаем, что мешает бизнесу, покажем, на что надо обратить внимание бизнесу по возможностям в властных структурах. И дальше будем двигаться вместе. Мы всегда будем двигаться на развитие экономики региона. Здесь обсуждают эффективные коммуникации между бизнесом и властью. И обучают предпринимателей такому правильному взаимодействию в рамках школы «Джиар». Именно «Джиар» специалисты – это профессионалы, которые способны наладить грамотные связи между бизнесменами и властными структурами. Связка бизнеса и власти, она нужна. Ученики этой школы в дальнейшем уже могут нам представлять именно бизнес, именно связка с властью. Она позволит реализовать многие интересные проекты на территории Самарской области. Мы сегодня учредим премию, которая будет называться «Джиар ТОП-100». И в этой премии смогут принять участие «Джиар» специалисты со многих предприятий, отраслей не только Самарской области, но и из других регионов нашей страны. И сегодня мы объявим как раз о запуске конкурса. А сам конкурс будет проходить в конце этого года в городе Москва. Участие в конференции приняли сразу несколько представителей бизнеса из Волжского района. У этих предпринимателей богатый опыт успешного взаимодействия с властью. И они готовы им поделиться. Знают, как пользоваться мерами поддержки, которых в Самарской области много. Это и работа губернатора и команды по институционной привлекательности региона, и программы льготного финансирования, и гранты, и информационная поддержка, и проекты Министерства экономического развития «Мой бизнес-63.ру», и, соответственно, уполномоченные по делам защиты предпринимателей. И все это самое главное у нас работает, и работает отлично, не для галочки. Уполномоченные по защите прав предпринимателей появляются сейчас в разных регионах страны. Первопроходцем стали северяне. Институт работает с Мурманской областью очень тесно давно. И даже были выездные сессии в данный регион. Эксперты из Мурманской области периодически являются нашими экспертами на модулях. Школа Джиар и школа муниципального депутата. И также люди присоединяются к нашему Джиар-клубу именно из этого региона. Институт регионального и муниципального развития подписывает с уполномоченными соглашение о сотрудничестве и привлекает к участию в подобных мероприятиях. Муниципальное образование – это очень большие площадки, на которых очень большое количество предпринимательства. Поэтому там интересные связи, обратная связь с работой. Ваша практика интересна. Я думаю, что мы сегодня много для себя что-то подчеркнем. Ну, может быть, о чем-то своем расскажем интересным. Предпринимателей, которые вносят большой вклад в совершенствование отношений между бизнесом и властью, во время конференции отдельно отметили. Благодарственные письма получили и представители бизнеса из Волжского района, готовые тратить время и силы не только на собственную выгоду, но и для развития родной земли в целом. Если открываешь бизнес, надо находить время на такие вот конференции однозначно, на общение с руководством и не только для своего бизнеса, но, наверное, где-то и для района, чтобы, вот я в Волжском районе, чтобы тоже какие-то идеи приносить и, наверное, видеть, как это в других районах это делается, какой-то опыт давать сюда. Не только получать, но и отдавать. Одним из приоритетных направлений прокурорского надзора является защита трудовых прав граждан. В соответствии с статьей 37 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на вознаграждение без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Запрещается производить удержание заработной платы работника, а также взыскивать излишне уплаченную заработную плату за исключением случаев, прямо предусмотренных Трудовым кодексом и Федеральным законодательством. К таким случаям относятся возмещение неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы, погашение неизрасходованного и своевременно невозвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переездом на новое место службы, возврат сумм излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск за неотработанные дни отпуска. При удержании заработной платы необходимо учитывать, что их общий размер при каждой выплате заработной платы не должен превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 50% заработной платы, причитающихся работнику. Несмотря на постоянное информирование населения о наиболее распространенных способах хищения, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, указанные преступления продолжают совершаться. Большинство таких преступлений связаны с применением методов социальной инженерии. Дистанционные хищения также совершаются посредством размещения на открытых сайтах в сети интернет заведомо ложных предложений об услугах или продаже товаров за денежное вознаграждение, которое в дальнейшем перечисляется на банковский счет виновного лица. Активно применяют возможности IP-телефонии. С применением различных компьютерных программ и интернет-ресурсов формируются любые номера абонентам, в том числе выдаваемые за номера правоохранительных органов и кредитно-финансовых организаций. При должной внимательности можно распознать мошенников. Мошенники первыми выходят на контакт, поступает звонок, смс-сообщение. Они сообщают о возможной потере денежных средств либо о выигрыше. Запрашивают персональные данные, эквизиты банковских карт, код подтверждения или просят установить что-либо по направляемым интернет-ссылкам. Действия мошенников всегда направлены на вызов сильных эмоций, испугать потери денежных средств или обрадовать случайным выигрышем. Всегда требуют принятия незамедлительных решений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова